События, люди и явления, которые определяют наше время. Я Александр Ефанов. Здравствуйте. Железному человеку 130 лет. Оренбуржцы вспоминают великого циркача Александра Засса. И пусть он прожил в нашем городе недолго, но оставил особый след. Специальный репортаж смотрите через пару минут, ну а сначала обзор наиболее заметных событий. Работаю в управлении судебного департамента с первого дня. Начинали, конечно, с ничего. Ничего у нас не было. Управление судебного департамента в Оренбургской области отмечает 20-летие. На праздники поздравили сотрудников и подвели итоги. За два десятилетия многое изменилось. Улучшилась работа судов, правосудие стало более доступным. В любой точке Российской Федерации любой гражданин может заявить о том, что он хочет участвовать в судебном заседании и принять в нем участие и донести до судьи лично свою позицию. Хорошие результаты позволяют входить управлению в десятку лучших в стране. В год сотрудники рассматривают от 200 до 300 обращений. Управление обеспечивает деятельность 39 районных, городских и гарнизонных судов. Оно является настоящей кузницей кадров. Специалисты проходят повышение квалификации, получают продвижение по службе. Мы занимаемся обеспечением, материально-техническим обеспечением всех судов в районах, мировых, областных. За 20 лет, в двух словах скажу, конечно, расширение из штатов произошло, в самом управлении. Судейский корпус повысился. Когда-то было 200 человек, сейчас у нас федеральных судей 259. Мировых когда-то было 99, стало 112. На прошлой неделе в Санкт-Петербурге состоялось общее собрание акционеров ПАО «Газпром». В рамках этого мероприятия традиционно проводятся пресс-конференции руководителей дочерних компаний. Сегодня генеральный директор компании «Газпром» Межрегион Гасаренбург провел традиционную пресс-конференцию, на которой были озвучены основные итоги работы предприятия за 2017 год и пять месяцев текущего года. Самым важным и проблемным по-прежнему остается вопрос с неоплатой денег за потребленные ресурсы. Общая просроченная задорность на 1 января 2018 года составила почти 1 миллиард 800 миллионов рублей, в том числе по промышленности 1 миллиард 557 миллионов рублей. Самый у нас сложный и недисциплинный потребитель – это традиционно, к сожалению, сфера жилищно-коммунального хозяйства. Основная причина таких долгов – убыточный тариф, говорит Дмитрий Бородин. Однако стоит добавить, что работа по урегулированию ситуации ведется и уже приносит положительные результаты. Из 92 предприятий коммунального комплекса 43 рассчитались на 100%. Нельзя не отметить, что население области платит за газ своевременно. Такая дисциплинированность – результат планомерной работы с населением. Традиционно уже практически шестой год мы обеспечим свыше 100% сбора платежей по населению. За 17 конкретно он составил 100,8%. Еще один важный пункт доклада – соблюдение требований закона номер 261 об энергоэффективности. До 1 января 2019 года на территории Оренбургской области необходимо установить свыше 15 тысяч приборов учета газа. И, как показывает практика, это вполне реализуемо, в том числе при непосредственном участии муниципалитетов. Память об этом железном человеке никогда не заржавеет сильнейшему атлету России и мира Александру Зассу 130 лет. Возможно, многие не знают, но легендарный Самсон совершал свои первые цирковые шаги и удивлял публику именно в Оренбурге. Если Юрию Гагарину наш город дал крылья, Засс получил здесь твердость, силу и непробиваемость, причем в прямом смысле. Возможно, поэтому память о силаче навсегда увековечена в Оренбурге. О рекордах Самсона и его последователях – специальный репортаж Ольги и Дмитрия Григорьевых. В этом году исполнилось бы 130 лет со дня рождения Александра Ивановича Засса и исполняется 110 лет с того момента, как он вышел на арену цирка. Не просто цирка, а оренбургского цирка. В 1908 году, приехав сюда учиться на помощника машиниста, он не послушался родителей и вместо того, чтобы по велению папы пойти на обучение, он попал в цирк Андрежеевского и остался в нем, по сути, на всю свою жизнь. Александр Засс прожил в нашем городе всего полгода, но остался увековечен памятник. Русскому богатырю стоит перед Оренбургским цирком. Силач ошеломлял людей, он и правда был уникальным человеком, только он мог сделать невероятные цирковые трюки. Разрывал цепи, металл, таскал лошадей весом в 300 килограммов, мог поднять сразу 13 человек и держать на плечах. Ловил тяжеленное ядро, которым выстреливала пушка. В общем, список его номеров длинный и удивительный. Игорь Храмов, директор фонда Евразия, много лет занимается биографией Железного Самсона. В день рождения сильнейшего человека организаторы подготовили очень трогательную выставку прямо в музее истории города Оренбурга. Для нас Александр Иванович Засс это соотечественник, это человек, который, в общем-то, всегда стремился попасть на родину. Он после Первой мировой войны, оставшись, ну, будучи белым офицером, да, военнослужащим белогвардейской, условно говоря, армии, он, конечно, сомневался, что он может вернуться в Советский Союз, может, не может, но уже к концу своей жизни он очень хотел. Ну, так получается, что сейчас вот эта экспозиция, которая находится не где-нибудь, а именно в музее истории Оренбурга, она, по сути, есть это возвращение Александра Засса на родную российскую землю. В музее развернулся настоящий цирковой шатер. Заходя внутрь, будто окунаешься в фантастическую атмосферу времени Александра Засса. Здесь и цирковые костюмы, и опилки под ногами. Все получилось очень атмосферно. В экспозицию вошли предметы, подаренные его знакомыми, близкими моему людьми. Это афиши, это фотографии, это даже тренировочные гири, которые мы нашли где-то в Шотландии и доставили сюда. Это в 2006 году было передано сюда, в Оренбург. Здесь сейчас хранится огромная афиша, которую передал племянник Александра Ивановича Засса Шапошников, который живет вроде в Москве. Первая выставка была 10 лет назад. С тех пор подлинных экспонатов становится все больше. Выставка, посвященная 130-летию со дня рождения Александра Засса. Человека-легенды, человека-атлета, человека, который разработал уникальную методику изометрических занятий и упражнений. В настоящее время очень сложно найти людей, которые смогли бы превзойти его достижения. Стоит отметить, что на события приехала поклонница удивительного Самсона госпожа Лесли Вингу, член городского совета Хокли, городка в графстве Эссекс близ Лондона. Именно там около двух десятилетий жил Александр Иванович Засс. Там он и похоронен. Мероприятия не могли пропустить и оренбургские силачи. Владимир Баранов, президент Федерации Гиревого спорта области, начал заниматься в 20 и не один десяток лет связал с тяжелой атлетикой. Сейчас он и сам воспитывает последователей. В 1908 год, когда он впервые вышел на арену цирка, а тогда сильнейшие атлеты-силачи выступали на цирковых аренах, и он, начав путь здесь, продолжил его блистательно на аренах Европы, Великобритании. Это было начало подъема силовых видов спорта в Оренбургской области. А вот и действующие силачи, которые сегодня прославляют Оренбуржье. У Дмитрия Исакова тяга к спорту проявилась в раннем детстве и досталась от отца. Потом посмотрел на брата, который взял в руки гирю, и пошел по стопам своих близких. За семь лет тренировок заработал статус мастера спорта России. Это как легкая атлетика, можно сказать, так же. То, что спортсмены бегут на большие дистанции, так же и мы поднимаем в течение 10 минут большое количество раз гирю. Это очень уносливое изометрическое упражнение. Гиревой спорт подразумевает силу и выносливость, но в группе есть и девушки. Можно ли назвать этих спортсменов представительницами слабого пола? В этом сильно сомневается Наталья Шапорина, которая взялась за гирю в шестом классе и оставлять любимое занятие не намерена. В моем районе, получается, где я живу, там не было никакого спорта, кроме гиревого и волейбола. А волейбол не сильно распространен, поэтому только гиревой. И здесь, получается, я продолжила. Ну да, многие говорили, что опасно все дела. Но, по сути, если делать правильно и технику соблюдать, то все нормально будет. Поступление последователей Железного Самсона прошло на ура. Проникнуть в атмосферу цирковой арены и узнать подробности жизни русского богатыря можно будет в ближайшие полгода. Столько времени продлится выставка. Выставка сегодня очень важна для того, чтобы, во-первых, наши люди знали больше об истории Оренбуржа, о тех людях, которые жили здесь, которых взрастила наша земля. И, конечно же, понимали больше в своих корнях. Ольга Григорьева, Дмитрий Григорьев. Наше время. Ну, если говорить о статистике, Самсон по праву входит в десятку сильнейших людей России за всю историю. Тем более, признаемся честно, удали русским людям не занимать. О первой десятке этого списка готовы рассказать Екатерина Киселева. Евпатия Калаврата можно назвать самым сильным русским воеводой. В повести о разорении Рязани Батым рассказывается, как он со своей дружиной вступил в неравный бой с полчищами монголо-татары. Цитата. «Бил их Евпатий так нещадно, что и мечи притуплялись, и брал мечи татарские, и сёк ими». Петра Первого можно считать самым сильным русским царём. Его рост был 204 сантиметра, а физическая сила поражала современников. Пётр скручивал пальцами монеты, сворачивал в бараний рог чугунные сковородки, а пригодность подковы для своей лошади Лизеты проверял лично, ломая одно за другой. Российский император Александр Третий тоже обладал выдающейся физической силой. Братья говорили про него «Сашка, наш Геркулес». Переменить свою силу императору пришлось в неординарной ситуации. 17 октября 1888 года во время возвращения с Крыма произошло знаменитое крушение императорского поезда. Крыша вагона, в котором находилась семья Александра Третьего, начала проваливаться. Император принял на свои плечи падающую кровлю и держал её до тех пор, пока его жена и дети не выбрали живыми и невредимыми из-под обломков. После вызволения семьи Александр Третий бросился помогать другим пострадавшим. От силачей-любителей к силачам-профессионалам Григорий Русаков стал всемирно известным борцом после своего дебюта на Донбассе, где он работал на шахте. После покорения России Русаков выиграл мировые чемпионаты в Аргентине и Париже. Григорий был ещё известен тем, что неоднократно вступал в показательные схватки с медведями, гнул подковы и рельсы однажды в Лондоне и победил в бою быка. Кто такой Иван Поддубный, знают все. Это самый известный русский силач, гиревик, борец. Интересно, что свой первый поединок Поддубный проиграл. Это его очень сильно замотивировало. Он установил себе жёсткий режим тренировок, упражнялся с двухпудовыми гирями, 112-килограммовой штангой, отказался от табака и спиртного, обливался холодной водой. До конца жизни носил с собой чугунную трость и больше никогда не проигрывал. Ну а далее новости от наших партнёров. Не переключайтесь. Московский цирк больших зверей приглашает оренбургцев на грандиозное представление. На манеже гиганты Африки. Открывают программу белоснежные королевские пудели и их пернатые друзья. Завораживает игра света китайской куклы и полёты под куполом цирка воздушной гимнастки. Весёлые клоуны Алекс и Лулу заставят смеяться каждого, а ещё пригласят стать участником шоу. Бросить мяч в огромный сачок удаётся не каждому. Гвоздь программы – белый носорог. С виду неповоротливое животное. Но Бонни удивит всех пробежкой по арене. Станцует вальс и покатает на спине боксёра-белку. Белый лев из Алжира, золотые тигры из Суматры – грозные животные послушны дрессировщикам. Поднимают лапы, катают гигантский шар, прыгают через обруч. Мне понравилось на столах и белый блют. Невероятный взрыв эмоций обеспечен всем от мала до велика. Спешите увидеть гигантов Африки в Оренбургском цирке. А на сегодня всё. Напомню, выпуски программы «Наше время» всегда есть на официальном сайте 56nv.ru. Наш телефон – 370083. Мы ждём от вас интересные темы. Сделаем наше время вместе. Всего доброго и до встречи!